Репчатый лук на зиму в банках, как правильно засолить? Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальны Зимой популярные статьи Поиск по сайту найти, можно ли солить репчатый лук Если удалось собрать большой урожай лука, его заготавливают на весь зимний период Репчатый лук идеально подходит для маринования В нем сохраняются практически все полезные вещества и витамины, поэтому по пользе он не уступает свежему продукту В зимнее время такой лук восполнит нехватку необходимых организму веществ и укрепит иммунитет Многие хозяйки боятся испортить овощи с бытком соли А опытные кулинары утверждают, что так лук лучше сохранится Мелкие головки маринуют в банках целыми, а крупные экземпляры режут кольцами или на четвертинки Большие головки, засоленные целиком, внутри остаются непропитанными, из-за чего вку спортится Какие понадобятся ингредиенты? Главный компонент – репчатый лук Выбранные для консервирования экземпляры должны быть целыми, не подгнившими, без желтизны В заготовках также присутствует соль, растительное масло, уксус, а для более пикантных рецептов берут зелень, душистый перец, морковь и капусту Улучшат вкус пряности и приправы куркума, гвоздика, корица, лавровые листья, листья хрена Как выбрать подходящую банку? Перед засолкой тару готовят заранее Подойдут стеклянные банки объемом 0,5 литра или 1 литр Их моют содовым раствором, обдают кипятком, стерилизуют в духовке 15 минут Для тепловой обработки небольших баночек используют микроволновку или пароварку Пластиковые контейнеры – не менее удобные приспособления, их достаточно вымыть, обдать кипящей водой и насухо высушить Рецепты засолки в банках У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт, который придется по вкусу всем членам семьи Но границ для экспериментов нет благодаря разнообразию доступных компонентов Простой рецепт, традиционная технология засолки репчатого лука требует 1 кг основного продукта и 200 г соли Процедура приготовления несложная – отобрать крепкие, средние по размеру луковицы Очистить и вымыть головки Нарезать продукт кольцами Уложить овощи в сухую стерильную банку, пересыпая равномерными слоями соли Тару закупорить и отправить в погреб или на балкон Для хранения подойдет и холодильник, если нет подвала Заготовка прекрасно сохраняется до следующего лета Лук употребляют в сыром виде, отваривают или обжаривают, добавляют в тушеные и горячие блюда Зеленью засолка с зеленью сильно не отличается от предыдущего классического рецепта Используют петрушку, укроп, кинзу На 1 кг головок потребуется 200 г соли и 250 г свежей зелени Процесс заготовления занимает несколько минут Крупные луковицы нарезать половинками или кольцами по желанию Зелень измельчить, оставляя кусочки по 1-1,5 см Залить подсоленной теплой водой на 10 минут Пересыпать в банке основной ингредиент с солью и зеленью, чередуя слои Банки закупорить металлическими или капроновыми крышками Поставить на хранение в прохладное и темное место Добавляя зелень, выбирают один вид или делают ассорти из нескольких трав В собственном соку засоленный в собственном соку репчатый лук сохраняет неповторимый аромат и изумительный вкус Для приготовления потребуется 2,5 кг лука, 0,4 кг соли, 100 мл уксуса по желанию Приготовление удалить с луковиц сухие и увядающие части Нарезать продукт кольцами и перемешать с солью, оставить на 10-15 минут Разложить овощную массу по стерильным банкам Утрамбовать лук при помощи толкушки, чтобы выделилось большое количество сока По желанию в каждую банку добавляют по 1 час Лист уксуса он выступит в качестве консерванта и придаст более пикантный аромат заготовки Банки закупорить и отправить на хранение в холодильник или в погреб С растительным маслом в растительном масле соленый лук получается нежным, сохраняет свой аромат и все противомикробные свойства В таком составе продукт долго не портится, подходит для использования в салатах и закусках На 1 кг лука репчатого потребуется 250 г соли и 4 ст Листы подсолнечного масла без запаха Готовят по следующей инструкции Лук нарезают толстыми кольцами, укладывают в миску и засыпают солью Продукт слегка отжимают руками, чтобы образовался сок В подготовленные банки раскладывают кольца, заливают небольшим количеством масла Закупоренную тару убирают в кладовку или другое подходящее место в квартире, где нет яркого освещения Хранить заготовку можно в течение 7-8 месяцев Лук-сивок с перцем Этот рецепт понравится любителям острых и пикантных блюд Заготовку добавляют в салаты и зажарку в горячем блюдом, а также используют, как самостоятельную закуску На 0,5 кг главного ингредиента потребуется 2 стручка острого перца и 100 г соли Процесс приготовления происходит в несколько этапов Лук чистят, промывают в прохладной воде и нарезают кольцами толщиной по 0,8-1 см Перец разрезают на продольные полоски и по желанию удаляют семена, они придают дополнительную остроту Оба компонента заливают подсоленной кипящей водой на 5 минут, откидывают на дуршлаг Сбрызгивают лук и перец небольшим количеством уксуса Укладывают ингредиенты в банку, слегка утрамбовывают и закупоривают По желанию в емкости добавляют душистый перец горошком для придания аромата С чесноком и зеленью пикантная, острая и не совсем обычная закуска Для засолки подойдет не полностью созревший чеснок и любая зелень по вкусу Кинза, укроп, петрушка На 1 кг лука потребуется такое же количество чеснока, щепотка хмели-сунели и 150 г соли Головки чеснока очищают от шелухи, промывают, заливают подсоленной водой на 24 часа Лук измельчить кольцами, смешать с солью и специями Соединить в банке оба компонента, предварительно слив с чесночных головок воду и разобрав его на дольки Залить овощи холодным рассолом, вскипятить 1 литр воды, 100 г соли Емкости закрыть и простерилизовать 20 минут Охладить и спрятать в погреб Лук трехцветный, никаких разных сортов лука не используют Обычные головки подкрашиваются за счет добавления натуральных компонентов 1 кг лука, 1 свекла среднего размера, 1 час Листы куркумы, 1 стакан л Уксуса, 120 мл воды, соль по вкусу, подсолнечное масло, щепотка молотого черного перца Рецепт выглядит особенно привлекательно из-за яркого свекольного окрашивания Процесс приготовления не вызовет сложностей даже у новичков лук нарезать толстыми кольцами и разложить в три разные глубокие миски В воде комнатной температуры растворить соль, добавить растительное масло и молотый черный перец В одну из емкостей с луком добавить нарезанную ломтиками свеклу, в другую – всыпать куркуму, третью оставить без подкрашивающих элементов Все три части заготовки соединить аккуратно слоями в подготовленной стерильной таре, залить подсоленной водой Банки закрутить металлическими или капроновыми крышками, поставить стерилизоваться на 15-20 минут После этого дать полностью остыть и убрать в прохладное и темное место на зиму Благодаря сочетанию розового, желтого и белого цветов блюдо выглядит необычно и аппетитно, а при добавлении в салат или закуску сделает их украшением любого стола Особенности хранения Чтобы вкусные и полезные заготовки сохранили все свои качества, их держат в прохладном месте, соблюдая режим влажности Банки, которые не подвергались стерилизации, стоят не больше 10 месяцев при температуре до плюс 2 градусов со влажностью 90-92% Засоленный лук идеально сохраняется в погребе, но если в квартире такого места нет, используют нижнюю полку в холодильнике В многоэтажках оборудуют под размещение закупорки закрытый балкон, где температура не опускается ниже 0 градусов Стару берегут от прямых солнечных лучей Заключение репчатый лук отлично подходит для долгосрочной засолки, в закупоренных банках он сохраняет свои вкусовые качества и аппетитный запах Такая заготовка используется в любых блюдах, заменяет свежий продукт зимой Репки получаются вкусными с солью, а также с добавлением других компонентов пряностей, зелени, острого перца Маринованный лук, быстро и вкусно watch this video on YouTube